Слава Богу! Я сидел на своем месте и вспомнил слова одного брата пожилого. Там, в нашей местности, этот брат уже перешел в вечность, узник за Господа Иисуса Христа. Он сидел в тюрьме за Слово Божье. Так он всякий раз, когда выходил на это место, за кафедру, он говорил, братья и сестры, мы с вами в школе Иисуса Христа. Слава Богу! И брат передо мной говорил о том, что мы здесь получаем какое-то наставление, получаем благословение, но важно не то, что мы услышали, а важно то, как мы его исполним, выйдя отсюда. И то, что мы, как ученики, собраны на этом месте, это уже хорошо, но важно то, насколько мы исполняем, можно сказать, домашнее задание. В церкви мы все хорошие, в церкви не услышишь, или, может быть, редко услышишь, когда там кто-то разговаривает на повышенных тонах или еще что-то. В церкви мы все хорошие, но когда мы выходим отсюда, мы сталкиваемся с этим миром, сталкиваемся с какими-то трудностями, неприятностями, и там уже показывается наша внутренность, и там показывается, насколько мы являемся исполнителями того слова, которое проповедуем, которое проповедуется на этом месте. То пусть нас Бог благословит. Я хотел бы также поделиться с вами Словом Божьим. Мы знаем то, что многие говорят с этого места, и я в том числе, о том, что время последнее. И мы с этим согласны, братья и сестры, потому что много таких свидетельств, которые мы видим, но видим, что не до конца оно как бы еще сбылось, то, что должно произойти. И это как бы утешает и меня в том числе, я думаю, еще не полный конец. Читая Слово Божье, думаю, еще есть места, которые говорят о том, что еще должно сбыться то или иное. И бывает таким образом, я сам себя обманываю. Вы знаете, у меня есть знакомая сестра Лена, она живет в Израиле, у меня с ней договор. Я ей говорю, Лена, как только начнут в Иерусалиме строить храм, ты мне позвони. Вы знаете, о чем идет речь, да, братья и сестры? То есть это признак последнего времени. Но при этом, я говорю, бывает, сами мы себя обманываем тем, что мы успокаиваем себя. Но еще не совершилось, еще не началось это строительство. Но в то же самое время я не даю себе отчета в том, что сегодняшний день он не в моей власти. И я не знаю, что принесет мне завтрашний день. Но Слово Божие всегда говорит о том, чтобы быть готовым и мне, и вам, братья и сестры, независимо от того, начали уже строить храм в Иерусалиме или не начали. Сбываются те слова Иисуса Христа, о которых Он говорил, это должно быть, это должно случиться. Или не сбываются. Но Христос сказал, будьте готовы на всякое время, ибо не знаете, в который час жених придет. Не знаете, в который час вор придет для того, чтобы подкопать, украсть, для того, чтобы похитить. И Слово Божье дает нам эти сравнения. Я хотел бы поделиться. Словом Божьим написано, второе послание Петра, хорошо известные нам стихи, третья глава написано. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы и начало, от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. И сегодня так же можно услышать, и люди говорят, или будут еще говорить о том, что где обетование, то, о котором вы говорите, что должен прийти Господь, а уже прошло 2000, больше 2000 лет, а все Господа нету и нету. Вы знаете, я когда покаялся, я думал, ну если не сегодня, завтра обязательно придет Господь. А сегодня я уже как-то успокоился. И это не плюс мне, братья и сестры, я говорю, это мне минус. И сегодня можно услышать эти слова о том, что ничего страшного, всегда так было. Но Слово Божие говорит, не было так всегда. Была та земля, которая была перед этим, и Бог говорит о том, что эта земля, она была уничтожена водою. И мы знаем эту историю о Ное, который спасся со своей семьей. И Слово Божие говорит, в послании к евреям написано, 6 стих 11 главы. Это глава, о которой мы говорим, это глава, которая говорит о вере. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Мы знаем, братья и сестры, эту историю. И я вкратце хотел бы зачитать, для того, чтобы напомнить нам, освежить в нашей памяти те события, которые происходили с Ноем. И написано, вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. И дальше читаю. «Но земля растлилась пред лицем Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле, и сказал Бог Ною. Конец всякой плоти пришел пред лицем мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гафер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчеге сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Так повелел Бог Ною. Но мы видим то, что этот проповедник правды, он начал делать это еще задолго до того, как случилось то, о чем сказал ему Бог. И написано об Ное, это свидетельство, ярчайшее свидетельство, я думаю, которое сегодня, братья и сестры, если бы засвидетельствовали о каждом из нас, это был бы большой плюс. И написано, вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем, Ной ходил перед Богом. Слава Богу. Пусть Бог каждого из нас благословит, чтобы нам иметь такие же характеристики. И мы видим то, что вера двигала этим человеком. Бог ему сказал, при этом, если посмотреть, все вокруг, что его окружало, было все, как и прежде. Ничего не изменилось, не свидетельствовало о том, что вот сегодня или завтра придут те события, о которых сказал Бог. Бог, время шло. Этому человеку дал Бог обетование такое, ты сделай этот ковчег. И, братья и сестры, если взять, я не буду полностью размеры этого ковчега, но длина его была примерно 150 метров, высота была как шестиэтажный дом, потому что у вас в домах, если это нормальный средний дом, два с половиной метра высота в комнате, это примерно пять локтей. И вот шестиэтажный дом в высоту, 25 метров в ширину. И помогали ему, я думаю, два его сына. Возможно, помогали невестки, жена, я не знаю, но вот эта горстка людей, которая занималась этим строительством, этого огромного корабля, при этом светит солнце, при этом поют птицы, при этом все радуется, все зеленеет, люди продолжают беззаконие, продолжают грешить и при этом ничего их не пугает. Оно и строит этот ковчег. И кто-то, возможно, смеется над ним. И кто-то издевается и говорит, безумец, что ты делаешь? Это огромнейшее строение, зачем оно тебе сегодня? Солнце светит, оно тебе, возможно, никогда в жизни твоей не пригодится, это будет тебе памятник твоей глупости и твоего безделия, если вместо того, чтобы заниматься чем-то другим, заботиться о доме своем, о семье, ты строишь этот огромный корабль. Братья и сестры, примерные события происходят сегодня. Вы знаете, я скажу вам так, может, я могу ошибаться, конечно, но среди молодежи бывает такое высказывание, когда человек как-то отключается какой-то святостью, да, или удаляется от какого-то беззакония, его хотят уколоть. Ты что, святой? А почему бы и нет? Нас Бог призвал к святости, и слава Богу, быть святым, праведным в этом веке. Сегодня становится стыдно, только потому, что человек удаляется от зла, удаляется от греха. Я в свое время знаю, когда мы делали беззаконие, и внутри тебя есть что-то, просыпается какая-то совесть, и ты говоришь, я не пойду. А тебе говорят, ты что, я буду говорить мягче, конечно, не так, как говорили. Ты что, трус? Ты что, боишься? Ты что, не пацан? Ну как же я не пацан? Я пацан, я пойду и буду делать беззаконие. Правильно? А сегодня говорят молодым людям, которые боятся Бога, Бога, ты святой, то что ты боишься? Идем будем делать так, как поступают все остальные. Будем творить те же самые дела. И сегодня человек боится переступить эту грань, потому что светит солнце. Потому что тихо, спокойно. Вместо того, чтобы сказать, да, я святой, я не буду это делать, я не пойду на эти беззакония. Потому что ничего не свидетельствует о том, что сегодня или завтра, или скоро грянет какое-то бедствие. И будет вера наша испытана, и придут какие-то трудности в нашу жизнь. И надо будет действительно иметь эту святость для того, чтобы устоять в тех или иных обстоятельствах нашей жизни. И написано в Слове Божьем, и Слово Божье нас об этом предупреждает, братья и сестры, и говорит, и мы это все прекрасно знаем. Слово Божье говорит о том, что небо и земля пройдут. Матфея 24 глава. Но слова мои не пройдут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом, ели, пили, женились. И выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будет двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие на жерновах. Одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы введал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Слово Божье нас предупреждает, братья и сестры, и говорит о том, что, как в дни перед потопом, ели, пили, женились, выходили замуж, шла жизнь своим чередом. А какой-то ной, я уже переверну, ходил в собрание, молился Богу, жил свято, удалялся от греха, не делал беззаконий. Возможно, не обогащался в этом мире, как все остальные нормальные люди, которые думали о детях своих, о внуках, о правнуках, возможно. Хотели забрать с собой в небо все, что здесь нажили и так далее. Братья и сестры, придет тот день, хотим мы или не хотим, мы его не избежим. Но придет тот день, когда Бог явит славу Свою этой земле. И написано о том, что узрит его всякое око. Ибо увидят того, кого распили. И самое страшное в этой жизни или в этом мире, когда мы знали о том, что есть спасение. Когда это спасение, оно давалось нам, а мы пренебрегли этим спасением. Подобно как Исав, за одну снедь, за одну похлебку эту чечевичную продали свое первородство. Мы сегодня имеем то, чего не имеет этот мир. То, чего сегодня за деньги нельзя купить. То, что сегодня не продается, не покупается. То, что сегодня, если бы я и желал, жаждал бы очень сильно этого. Я бы этого не получил. Если бы все богатство мира отдал. То, что дал сегодня мне Христос. На кресте Голговском пролив кровь свою за меня и за тебя, брат и сестра. Это то, что не покупается. Это то, что дается даром. И зачастую, когда я имею это, Я этим не дорожу. Оно мое. Я привык этим пользоваться изо дня в день. Но очень страшно это потерять. Потому что придет тот день, Когда тебе надо будет предоставить Это право на твое первородство для того, чтобы войти в небо. И если ты его сегодня разменяешь На какие-то удовольствия этого мира, Которые сегодня этот мир предлагает тебе, То придет тот день, Когда ты предстанешь перед Господом И ничего не сможешь Ему показать. Потому что за одну тарелку чечевицы Ты поменял ту драгоценность, Которую дал тебе сегодня Бог. И сказал, храни это Для того, чтобы иметь жизнь вечную. И Слово Божие говорит о том, Что, как во дни перед потопом, Так будет эта жизнь на этой земле. Но придет тот день, Когда те, которые ходили перед Богом, Имели страх перед Богом, Они войдут в небеса. Они получат те обетования, Которые говорил Бог. Но сегодня, братья и сестры, Важно в этой жизни, Когда мы на этой земле пребываем, Сохранить, не расточать, Не расточить то, Что дал нам Господь. И Слово Божье дальше Петр в своем послании Пишет такие стихи. Одно то не должно быть сокрыто От вас, возлюбленные, Что у Господа один день, Как тысяча лет. И тысяча лет, как один день. Не медлит Господь Исполнением обетования, Как некоторые почитают, То медлением. Но долго терпит нас, Не желая, чтобы кто погиб, Но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, Как вор ночью. И тогда небеса шумом придут, Стихии же разгоревшись, Разрушатся земля, И все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, То каким должно быть В святой жизни и благочестии вам, А я скажу, братья и сестры, Нам, ожидающим и желающим Пришествия Дня Божия, В Который воспаленные небеса Разрушатся и разгоревшиеся стихии Растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба И новой земли, На которых обитает правда. Итак, возлюбленные, Ожидая этого, Почтитесь явиться перед Ним Неоскверненными и непорочными В мире и долготерпение Господа нашего Почитайте спасением, Как и возлюбленный брат наш Павел По данной ему премудрости Написал вам. Братья и сестры, То долготерпение, Которое испытывает сегодня Бог к нам, Мы должны ценить. Мы должны за это благодарить Бога. И это не значит, что Бог медлит, Но значит то, что еще Хочет, чтобы многие пришли К познанию истины, Чтобы многие сегодня еще спаслись, Вошли в этот ковчег спасения. И мы знаем, когда Ной вошел в этот ковчег, То двери ковчега за ним Затворил Бог. И уже никто не мог войти в этот ковчег, Если бы и хотел Ной открыть его, Он бы не смог. Двери закрыл Бог. Написано о том, что когда войдет Полное число язычников, Двери для язычников закроются. И Бог обратит лице свое К народу, своему Израилю. И уже там будет производить работу свою. Но пока есть это время, Братья и сестры, будем дорожить Тем, что дает нам Бог. Не будем расточать то, Что дал нам Бог, Размениваясь на какие-то пустяки, На удовольствие, прелести этого мира. Пусть нас Бог благословит. Мы будем молиться, Чтобы Бог дал нам мудрости. Не смотреть на то, Что сегодня время благоприятное, Светит солнце, Не гонят нас, не притесняют. Мы можем быть на этом месте, Можем молиться спокойно, Никто нам не запрещает. Не всегда так было, Братья и сестры, Не всегда так будет. И Бог предупреждает церковь свою. И сегодня мы в школе Иисуса Христа Получили еще один урок, Который дают нам сегодня братья, И я думаю, посредством Духа Святого Преподается это слово для того, Чтобы мы, выйдя отсюда, Помнили о том, Что Бог любит нас, И желает нашего спасения, Долготерпит нас, Милует нас, Чтобы мы имели Те обетования, которые Он приготовил для нас. Но многое сегодня еще зависит от нас, Братья и сестры, Насколько мы прилагаем в этом усилие. Бог со Своей стороны сделал все. Но что сегодня сделал я, Для того, чтобы быть в небесах, Для того, чтобы быть в вечности. Будем молиться Богу. Аминь.